Приветствуем вас друзья! Мы рассказываем о тех событиях, место которым в новинках. Сегодня в выпуске. Были опиумные войны, сейчас будут чернильные. Белорусские плодово-ягодные вина хотят завоевать китайский рынок. Удар ниже пояса. Россию выбросили с рейтинга длины пипичек. Какая страна – такие музеи. В России торжественно открыли музей конвоирования. Белорусы против смертной казни. Но не все. В Беларуси в разгаре волна победобещия. И Баба Галя с дедом Гришей это поддержали. День Победы! День Победы! День Победы! Пока Россия тщетно пытается обвинить Украину в разработке биологического оружия, Беларусь его не только разработала, но и начала применять. Да не против кого-нибудь, а против самих китайцев. И не скрывают этого. Об этом с гордостью заявил председатель правления Белкопсоюза Олег Мацкевич. Казалось бы, вот Китай и фруктово-ягодное вино белорусское, кто бы мог подумать, но мы вот первый пробный контейнер для них сделали, они его продегустировали, сделали, конечно, своеобразную там бутылку, наклейку, пробку. Это ж такой необъятный рынок. Более миллиарда потребителей. А живут винзаводы, которые закрылись в последние годы. Деньги рекой потекут в бюджет. И проблема с долларовой зависимостью будет решена. Юанями будут рассчитываться. Вот и Глубовский молочноконсервный завод уже собирается сухое молоко за юаней поставлять. А с чернилами вообще гондайк получится. Видно, это и Лукашенко недавно имел в виду. Будем скоро бороться, чтобы лишний российский рубль был в кармане или юань, потому что с этими странами мы в основном будем торговать. Предвидел, как всегда. Только бы Россия не помешала, ведь другой дороги для поставок нет. Могут и не доехать. Разграбят по дороге. Одни названия чего стоят. Для милых дам. Волшебная флейта. Последнее утро. Вечный зов. Экспромт. Айкью. Звучит как песня. Перечислять можно бесконечно. А для китайцев можно и свои придумать. Оригинальные. Если к названию известной китайской компании добавить букву Н, то получится Хуавейн. И рекламный слоган будет «С утра Хуавей, выпей Хуавейн». А вы какие названия чернил для Китая можете предложить? Напишите в комментариях. Правда, Россия сейчас не Духуавейн. Скорее, там Ханахуа. По ней нанесли еще один жестокий санкционный удар. Причем ниже пояса. Страну выкинули с рейтинга по длине пиписек в мире. Исследованиями занимались английская сеть аптек «Фром Марс». В списке среди 86 стран Россия не оказалась. Россияне сразу стали это комментировать. Мол, мы самые крутые, с нами не стоит тягаться. Особенно активными в этом были представительницы прекрасного пола. Но все это можно легко объяснить. По словам английских исследователей, данные брались по результатам самоотчетов. А учитывая склонность представителей России к обману и преувеличению, страну и исключили из рейтинга. Ведь долгое время они убеждали мир, что у них вторая армия в мире. И им верили, и боялись. А сейчас оказалось, что это не совсем так. А точнее, совсем не так. Так что Ханахуа, причем полная. Пока в Беларуси проводят показательное задержание подростков, в России решили пойти дальше. И открыли в Красноярске музей конвоирования. Чтобы каждый мог оценить свое будущее. На его обустройство потратили полтора миллиона рублей. Это более 20 тысяч долларов. Открыли его, как полагается, торжественно, с духовым оркестром. Ну а дальше все по накатанной. Прежде чем зайти на экскурсию, отец Родион Петриков провел чин освещения нового музея. Ну а дальше по традиции разрезание ленточки и, конечно, самый главный атрибут всех масштабных событий ГУФСИН – выступление карабинеров. А потом телевизионщики провели экскурсию по новому музею. За это время в его купе побывало 200 тысяч заключенных. Окна здесь оборудованы предохранительными решетками. Двери металлические, сдвижные. Каждая имеет по два замка. Часовые стояли по всему периметру вагона. Интересно, юбилейных пассажиров отмечали какими-то подарками? Особой формой или улучшенным пайком? Хотя вряд ли. В вагоне оборудованы камеры для перевозки заключенных, купе начальника и состава караула, а также помещение кухни. Для наглядности установлены манекены конвоиров и заключенных в одежде разных лет. Для посещения музея нужно собрать организованную группу и подать заявку на имя начальника краевого управления ГУФСИН. А сокращение то какое? Действительно ГУФСИН. А у сотрудников этого самого ГУФСИНа новый план. В будущем к музею добавится также черный воронок. Автомобиль, который перевозил осужденных в 50-70-х годах. А еще организаторы хотят расширить экспозицию за счет установки вагона теплушки. Вот еще только помещения для швабр в этом музее не хватает. Есть и альтернативный способ познакомиться с экспозицией музея. Правда, попадешь тогда не в музейный вагон, а в самый настоящий. Вот недавно в Красноярске задержали жительницу города за кровавую надпись «Зачем?» на автомобиле. Вообще, Красноярск отличается в этом плане. Два месяца назад здесь задержали девушку за надпись «Нет войне». Интересно, а сам бдительный страж порядка, который за войну отправился на фронт? Наверное, откосил все-таки. С девушками воевать оно как-то поспокойнее. В Беларуси принят закон о смертной казни за попытку теракта. Учитывая, кого лукашенковские власти считают террористами, этот так называемый закон может коснуться многих. Беларусы Варшавы провели по этому случаю флешмоб. А вот сторонникам Лукашенко новый закон по душе. Даже Баба Галя с дедом Гришей это обсуждают. Во, выпей, Гришка, чайку вон налила тебе, хараченька, выпей чайку. Да как их 50 капель не нальешь? Да как тебе уже ляпа захрасла, 50 капель тебе еще. Ця тебе видю, сколько сахар стоит. Немал, пей вот чай еще. Добрый, досить уже. Каждый раз уже хочешь, как б тебе наливала. Хай себе. Свято, да к свято. А не свято, вот чай пей. Слухай, это я чаму разнервованная. Эти чуты приняли шяный закон, что смертная казнька была у нас опять. Это разумная наша. Будет, а я кажу, и так, и надо было, так и добра. Каб постреляли гэтых усих БЧБшников. Як при Сталине было, кто что разбираусся. Стреляли усих, что что к стенке, что что к стенке. Дисциплина была. И дисциплина была, и добра усе. И не подымалися, и на площади на гэты не ходили. Усё. Так и надо, каб было, Гришка. Правда? Я б дауна в гэтых БЧБшников, живьем шкуру зеш, дымать надо. Может, и надо, каб парадок был. Кап парадок был. Поглядзи, як было. Пакульяны не повыходили. Гэты наркоманы дэгэтэды, алкоголики дэпраститутки. Як ущо добра было у нас. Пенсия платила, еще парадок. Усё было. Усяго хватало. А теперь, паглядзи, павыходзили гэтэ сволоча ущо. И что его? И сахар падаражэл, и тоя, ищо его робецца. Ущо за их. Тому, что гэтым БЧБшникам гэтэ НАТО уцамериканцы платят, и они и баламутят ущо. В Беларуси, как и в России, продолжается волна победобещия. Во всех организациях страны проходят флэшмобы с исполнением песни День Победы. Уже пора рейтинг районов по зашкварности создавать. И Карелийский район занял бы в нем одно из первых мест. Не ударили Карелича в грязь. Все-таки родина не кого-нибудь, а самого Владимира Макея. Этот день победы по врагам пропал. И Баба Галя с Дедом Гришей тоже решили присоединиться к флэшмобу. Ты чула ты, кума, что нибы не позвали нашего в Москву? Куды гэтэна? На парад. На 9 мая не позвали. Ну, мушек не позвали. Ай-яй-яй, а вот, а чаму гэтэ так? Усегда ж юнг ездё, а тут так они позвали. А юж ж гэтак помогал. Гэтак Украину бамбить помогал. Ай-яй-яй, а он помогал. Сам ж ж не полез, только территорию дал. Можа, боза гэтээ не позвали. Ай-яй-яй, вошто, поглядзи, які не тихоты робятся, но... Ну, вот они кэня добр, бо я при Сталину отчитал, он с доктора, докторова, от их начало саджат, и к скорой, и сам окачуруча. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, Гришка, не-яй-яй, будем прага доказать, ай-яй-яй-яй, хай-яй-яй-яй, батька ж нас живеть, и он самый лепший, нехай-яй-яй. А мы ж без батьки, что мы без батьки, ничо, ничо? Чего там, че по телевизору я видел, пиядин падзержит? Так вот, я ж там у тебе вот кажу, ты пытаешься, давай мы спяем, падзержим, спяем, покажут нас тады, и тады батюшку наших и на парад пазовут на 9 мая. Да, давай, Гришка, этот День Победы, помнишь, мы ж пияли, в школе нас вучили, в чём мы ходили. Это праздник, со слезами на глазах это праздник, с единою на висках День Победы, День Победы, День Победы. На сегодня у нас всё. Дурдом вокруг продолжается. Завчим просто не успеваем. Не поддавайтесь зомбированию. Всего вам наилучшего. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями. До новых встреч. Слава Украине! Живе Беларусь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова